Как я вижу работу министерства? Нового министра культуры Республики Башкортостан Аминой Шафиковой с журналистами. Пресс-конференция по большей части была посвящена обсуждению послания президента Республики Башкортостан Хамитова от 29 ноября 2012 года. Тогда президент говорил о формировании своеобразного культурного пространства и о том, что республика должна стать признанной площадкой всероссийских и международных фестивалей и форумов. 29-го было озвучено послание и, соответственно, мы сейчас включаем в эту долгосрочную программу большую подпрограмму, достаточно большую подпрограмму по обеспечению детской школы музыкальным инструментом. Сейчас мы разрабатываем положение и проект постановления, он тоже уже направлен на согласование в правительство. Это будет в виде субсидий, и там разработан целый порядок, положение, создается комиссия. Я думаю, этот документ мы в ближайшее время уже положим на подпись у Штамзакевича. Было отмечено, что совсем скоро, 13 февраля, будут проведены юбилейные вечера, посвященные 140-летию великого русского певца Федора Шаляпина. Этот праздник будет совмещен с 75-летием Башкирского государственного театра оперы и балета. Планируется организовать различные фестивали, как регионального масштаба, так и всероссийского и международного. Помимо этого, в планах Министерства культуры Республики Башкистан еще несколько крупных мероприятий. Олег Киреев, у меня была с ним встреча, у нас тоже ряд проектов с ним запланирован на этот год. Мы с ним планируем, конечно, проведение джазового фестиваля от Розовой Пантеры, то, что он начинал, то есть он у нас состоится. Потом мы с ним думаем над тем, как организовать какой-то, может быть, я не знаю, большой творческий проект. Конечно, пока у нас желания очень большие, может быть, это будет какой-то концерт на воде, может, это будет open air, какой-то классика и джаз около конгресс-холла. То есть мы хотим что-то такое необычное сделать, но пока это только наши желания, возможности мы прорабатываем. В общем, у Министерства, возглавляемого Аминой Шафиковой, очень масштабные планы. Кроме фестивалей и акций, планируется открытие Музея деревянного зодчества и гастроли Московского театра нации и Ленкома, который привезет два спектакля. Айгуль Хромшина, Станислав Птица, телеканал ЮТВ.